В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В горках Ленинских на аллее героев прошла акция «Наш лес, посади свое дерево». Очень отрадно, что с каждым годом к нам присоединяются все больше жителей, в том числе и в новых микрорайонах, которые хотят, чтобы их дворы были зелеными. В историко-культурном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 31 годовщине со дня образования Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов. Хочу выразить благодарность всем нашим благотворителям за отношения к нам, за то, что рядом с вами мы уверенно смотрим завтрашний день. Наши корреспонденты продолжают рассказывать о видновчанах, ставших лауреатами премии Ленинского городского округа. Меня назначили сюда сразу же директором киносети. Я был третьим по счету директором киносети. Московская областная акция «Наш лес, посади свое дерево» набирает обороты. Сегодня второй день, когда в Ленинском городском округе сажают деревья и кустарники. Всего за три дня акции предстоит высадить 3000 саженцев. В горках ленинских, где деревья сажали на аллее героев, побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Погасьян. Деревья легкие любого города. И продолжая традицию прославленного озеленителя Тимофея Лемешко, который хотел сделать видное городом-садом, теперь уже на всей территории Ленинского городского округа высаживаются новые деревья и кустарники. Зелень – визитная карточка нашего муниципалитета. Очень отрадно, что с каждым годом к нам присоединяется все больше жителей, в том числе и в новых микрорайонах, которые хотят, чтобы их дворы были зелеными, хотят максимально сохранить комфортную среду проживания. И сегодня мы осуществили посадку деревьев в городском поселении Горки Ленинские. С нами актив нашего поселения, общественная организация, в том числе и ветераны. Я очень рад всех сегодня видеть. В эти теплые осенние дни озеленение территории муниципалитета проходит в рамках областной акции «Наш лес, посади свое дерево». В течение трех дней предстоит высадить 3000 деревьев, в том числе плодоносных, и кустарников. Акция проходит на 27 площадках. Одна из них – в поселке Горки Ленинские. Наша территория рядом с заповедником Горки Ленинские, она и так очень всегда была зеленая и красивая. Но жители, они привыкли дышать чистым воздухом и ходят, наблюдают и говорят, вот здесь на Аллее Победы есть прорехи, посадите несколько березок. И ко мне жители тоже обращались очень много раз. Ну, сегодня вот такой вот день, сажаем березки. На Аллее героев участники акции сегодня высадили 30 берез. Это одно из излюбленных мест жителей Горок Ленинских. Теперь прогуливаться здесь станет еще приятнее. Деревья будут создавать комфортный тенек. Аллея заложена в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. И эта аллея заложена частично на средства жителей поселения. И была посажена береза. Но, к сожалению, несколько берез не выжили. В этом году мы специально заказывали именно березу. К акции присоединилась местная активистка Левтина Пестрякова, которая долгие годы собственными силами озеленяет территорию возле своего подъезда. Сегодня у нее появилась возможность выйти на новый уровень и высадить именное дерево на Аллее героев. Наш родной поселок. Я тут 60 лет живу. Как же мне не украшать-то его? Нога болит. Вот шпора там в пятки сидит. А я все равно пришла. Акция «Наш лес. Посади свое дерево» в Ленинском городском округе завершится 18 сентября. В микрорайоне Купеленко деревья будет высаживать глава муниципалитета Алексей Спасский. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. Ежегодно в день празднования города людям, внесшим большой вклад в развитие своей малой родины, вручают заслуженные награды. Среди 15 видновчан, удостоенных звания лауреат премии Ленинского городского округа, было человек, имя которого хорошо известно жителям города. Это Владимир Тарасович Безбожный. Наш корреспондент встретился с ним еще до того, как стало известно о большой награде. О чем шла беседа, расскажет Татьяна Брылова. Встретились мы с Владимиром Тарасовичем, чтобы поговорить о Видновской дирекции киносети, одним из первых директоров, которой он был. Как оказалось, жизнь моего собеседника была интересной и плодотворной. В 1969 году сюда приехали, да? Да. Каким был город в то время? Был маленький, аккуратненький городок. Были, восхищались вот этими кирпичными домами на улице школьные, красивые смотрелись они. Ну а после начали строить, вот это советский проезд построили, начали советскую улицу строить, на этой строительной. Меня назначили сюда сразу же директором киносети. Я был третьим по счету директором киносети. Занимался я развитием кино в нашем районе. Тогда, как это ни странно и неудивительно, было 90 киноточек в районе. 90. Это были, конечно, времена такие, как-то народ очень любил фильмы. Мы проводили массовые мероприятия вокруг этих фильмов, различные встречи с актерами. Люди приходили, одевались красиво, приходили на праздник в кинотеатр. Тогда попкорн никто у нас не грез и пиво не пили. Сами-то в кино ходили? Ну а как же, обязательно. Для вас это был какой-то особый ритуал или как? Нет, я работа была, работа. Ну после, когда уже работал, например, с заведующим отделом пропаганды, где-то в райком партии, после я перешел, конечно, я ходил в кинотеатр уже, как обычные зрители, со всеми ритуалом, с семьей, и все нормально. Владимир Георгиевич Дмитриев был тогда председателем Горсовета. Вот он мне сказал, вот давайте будем строить кинотеатр, определяйтесь, место где подыщите, пойдем посмотрим и определимся. Я пошел, посмотрел, конечно, по городу ходил везде, но все-таки решил, что Тимоховский пруд – это как-то центр нашего городка. По сравнению, по крайней мере, вокруг все это центр как раз. Стал я там на месте и подумал, конечно, здесь отлично будет. А что было на этом месте? А там было, вот эти строили дома, там были глыбы еще строительного мусора, и овраг весь был заросший тростником, было очень грязно, все так-так. Я подумал, да мы организуем этот пруд, обустроим, и порешили здесь быть кинотеатром. И хотя сам кинотеатр построили гораздо позже этих событий, место и идея были заложены, а город продолжал расти и обустраиваться. Мы же тогда как проводили субботники коммунистические ежемесячно, а вот по субботам, по весне, по осени даже два-три раза проводили. И администрации, мы работали, не все администрации, приходили, сажали деревья, уже сколько посадили. И вот здесь тоже посадили их тогда, и они вот начали расти. И вот каждое деревце, я формировал, обрезал лишние ветки, все, и вот они такие ровные стоят деревья, поэтому. Проходя по улицам города, говорит Владимир Тарасович, можно увидеть немало деревьев, посаженных когда-то его руками. Он очень этим гордится, как и тем, что внес вклад в еще одно важное дело – организацию видным мотобольной команды. Приходят однажды ко мне молодые ребята. Один из них – второкурсник Института физической культуры, Валерий Нефантьев, начальник мотоотделения этого института, с ним был, и представитель Досафин Читовкин наш, в третьем. И вот он мне предлагает, давайте мы создадим в нашем городе мотобольную команду. Нужны мотоциклы, десяток-два, нужна форма спортивная, нужно место для занятий, нужна база, нужно, чтобы этих людей принять на работу, где-то оформлять, чтобы они получали зарплату, их оформить надо, чтобы они старши, лотер-два и так далее. И я подумал, что ведь тогда этих Абрамовичей не было, который запросто себе купил мотобольную, какую-то команду футбольную, и все. А тогда-то надо было думать. Владимир Безбожный обратился к первому секретарю райкома Овсянникову. У нашего первого была такая слабинка, он очень любил, когда район хвалили чем-то. Вот я приеду в совещание и говорю, Николай Михайлович, а нас хвалили вот за то-то, то-то, да. Он, были брови у него такие брежневские, сердитые такой, и он весь расслабевал, узнавался, да, ну хорошо. Вот я ему говорю, а вы знаете, это же только в нашем районе будет в одном, такая мотобольная команда. В Московской области нигде нет такой, даже не только в Московской, и в соседних регионах нигде нет такой мотобольной команды. В то время велось строительство многих важных объектов. Молочная ферма в Молоковском поселении, типичного комплекса в Московском, мотобол требовал больших вложений, на которые не было предусмотрено средств. И все же при поддержке коксогазового завода в 1991 году мотобольная команда была создана. Ну а Владимир Тарасович Безбожный стал одним из первых и преданных болельщиков команды «Металлург». В настоящее время именитый видновчанин занимается общественной работой, возглавляя организацию «Дети войны». Я бы хотел поздравить наших детей войны, которым младшему уже самому 75 лет, а старшему уже 90, поздравить с этим юбилеем нашего города, потому что именно они внесли лепту и в строительство нашего города, и в благоустройство. Они здесь жили, они работали. Дорогие мои дети войны, поздравляю вас с этим праздником. Здоровья вам крепкого, настроения отличного. И давайте будем жить долго-долго, встречать следующие юбилеи. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кушелева, Видное ТВ. Ленинская районная организация Всероссийского общества инвалидов в муниципалитете существует с 1989 года. Она объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья и оказывает им всестороннюю помощь. Наша съемочная группа побывала в историко-культурном центре, где состоялось торжественное мероприятие, посвященное 31-й годовщине со дня образования Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов. Ленинская районная общественная организация инвалидов объединяет свыше 600 человек, в том числе 68 детей. Представители организации активно взаимодействуют с местной властью, учреждениями здравоохранения, образования, социальной защиты по решению вопросов, связанных с улучшением условий и качества жизни людей с ограниченными возможностями. У нас очень проводится много мероприятий. У нас наши инвалиды всегда под контролем. Детей вывозят и на юг. Это благодаря нашей Наталье Алексеевне. Она очень человек такой активный, помогает в любую минуту. У нас наборы, у нас помощь в поздравлении с юбилеем. Но самое главное, у нас никогда не бросают больного человека, кому плохо, всегда оказывают помощь. В период вынужденной самоизоляции сотрудники организации окружали вниманием и заботой своих подопечных. Также обеспечивали продуктами и средствами индивидуальной защиты. Татьяна Туракевич состоит в обществе инвалидов 18 лет. Она признается, что за это время организация стала ее вторым домом. Еще при Раисе Фроловне мы вступали в общество. Очень добрый, отзывчивый человек. Сейчас ее с нами нет, но мы поддерживаем все традиции, правила, которые она нам заложила. Мы все радуемся, когда туда приходим. Обществе все очень благосклонны друг к другу. Поздравить Ленинскую районную организацию Всероссийского общества инвалидов с 31-й годовщины и со дня основания пришли почетные гости. Среди них депутат Московской областной думы Владимир Жук. Владимир Жук вручил благодарственные письма активистам, которые помогают и поддерживают объединение. Также поблагодарила гостей праздника и председатель общества инвалидов Наталья Рящина, возглавляющая организацию с 2016 года. Хочу выразить благодарность всем нашим благотворителям за отношение к нам, за то, что рядом с вами мы уверенно смотрим завтрашний день, за то, чтобы люди с напряженным графиком работы нашли свободное время и уделили нам свое внимание. На протяжении нескольких лет Ленинское общество признается лучшим в Подмосковье по работе с детьми инвалидами. Стоит отметить, что организация активно участвует в общественной деятельности Ленинского городского округа. Организация за все время своего существования помогла улучшить жилищно-бытовые условия инвалидов, обеспечить ульгодными лекарствами и средствами реабилитации. Также много было сделано для досуга и развития творческих способностей. Благодаря такой помощи и поддержке люди с ограниченными возможностями могут вести полноценную жизнь. Благодаря снижению ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекцией, вновь заработал губернаторский проект «Активное долголетие». И вновь самым популярным видом отдыха у пенсионеров оказываются автобусные экскурсии по городам Московской области. Правда, на их проведение некоторые жесткие правила все же накладываются. О них узнал Максим Козлов. В первом квартале 2020 года Центр «Вера» совместно с районным историко-культурным центром провели для пенсионеров уже 11 экскурсий в различные города Московской области. Затем ввели режим самоизоляции, потом ограничения по возрасту, и только в августе экскурсионные маршруты вновь возобновились. Правда, проводятся они по новым правилам. «Обязательно ношение маски. Вот сейчас будут садиться в автобусы, обязательно маска должна быть. Потом у нас ограничения по количеству экскурсантов. 12 человек. Вот, к сожалению, так. А людям, конечно, хочется поездить». В нынешнем году посетить экскурсии смогли уже порядка 200 человек. В этот раз автобус с фирменной символикой программы «Активное долголетие» отправляется в город Держинский. Организаторы стараются сделать так, чтобы как можно больше людей смогли поехать в свое небольшое путешествие. Многие обижаются, что записаться повторно нельзя. Но все же такой порядок вещей справедлив. «Один раз я была в театре на Арбате. Это было где-то в январе месяце. А потом я уехала к дочери в Америку. Меня не выпускали. Полгода». «Ясно. Ну а куда едете сегодня? Что ожидаете от сегодняшней экскурсии?» «От сегодня общения, прежде всего. Вот. И погода хорошая. Ну, больше всего общения, наверное, потому что я соскучилась по родине». В широких массах как-то не принято считать город Держинской туристической жемчужиной. И напрасно. Здесь есть что посмотреть. Огромное количество памятников, интересные архитектурные находки, монастырь самой высокой колокольни Подмосковья. Да и находится по соседству. От дороги не устанешь. «Если бы у нас не было активного долголетия, мы бы тоже не знали о существовании этого, ну, скажем так, эстетического, культурного, исторического центра. А благодаря тому, что появилась вот эта программа, мы имеем возможность знакомиться с историческими, культурными, эстетическими центрами нашей Московской области». В следующий раз будет организована экскурсия в город Гжель, где ее участники посетят, в числе прочего, музей истории гжельского промысла. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин